На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. С помощью мобильных бригад вакцинации медики стараются охватить как можно больше жителей округа. Вакцинироваться нужно обязательно. Это прям даже, мне кажется, не обсуждается. Наш дежурный по району проверил, насколько Расторгуевский пешеходный мост доступен для людей с ограниченными возможностями. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Чем не могу вам помочь? Здравствуйте. Скажите, как воспользоваться услугами помощи для людей-инвалидов на станции Расторгуева Московская область? Специалистами музея-заповедника Горки-Ленинский подготовлена новая виртуальная экспозиция, которая получила название «НЭП. Начало». Ленин в одном из докладов говорит, что новая экономическая политика называется «Новой», потому что мы поворачиваем назад. Видновские медики продолжают помогать жителям округа защититься от коронавирусной инфекции. Мобильные бригады ежедневно посещают разные населенные пункты муниципалитета. На одну из точек вакцинации приехала и наша съемочная группа. Сегодня лучшего способа обезопасить себя от COVID-19, чем вакцинация, не найти. Это понимают как медицинские работники, так и жители округа. Тем более, что с начала пандемии число заболевших в муниципалитете превысило 20 тысяч. Мобильные бригады медиков ежедневно приезжают в различные населенные пункты и готовы провести вакцинацию. Сегодня мобильная бригада работала в ЖК «Римский квартал». Жителей здесь немного, ведь дома были сданы в эксплуатацию не так давно. Известно, что многие вакцину боятся, ведь после ее введения возможно недомогание. Александр Савин уже давно привился двумя компонентами и причин отказываться от укола не видит. Лучше перенести небольшую температуру, чем болезнь, замечает он. Как только прививка поступила, я сразу сделал прививку. Считаю это необходимым. Мне вообще смешно, что количество интернетных каких-то выступлений и замечаний приводит людей, как им кажется, к таким научным объективным выводам. Люди развлекаются в интернете, развлекаются, создают какие-то организации. Кто-то против, кто-то за. А на самом деле это всего лишь наше здоровье. Я думаю, не надо рассуждать, надо каждому пойти, эту прививку обязательно сделать. Нам встретились и те, кто прививку еще не сделал. Семья Дарьи Бочкаревой долго откладывала поход на вакцинацию, о чем сегодня очень жалеет. Еще пока не прививались, потому что буквально полтора месяца назад переболели. Дома, но не очень легко. Честно сказать, собирались прививаться, но немножко оттягивали этот момент, потому что были определенные метаотводы в семье. И сейчас я понимаю, что зря мы это делали. Вакцинироваться нужно обязательно. Это прям даже, мне кажется, не обсуждается. И ревакцинироваться, я думаю, что уже в дальнейшем это будет такая же определенная сезонность, как и с гриппом. Немногочисленные люди, встретившиеся нам в римском квартале, во мнении сошлись. Прививку сделать стоит. А пока от коронавирусной инфекции в округе привились более 62 тысяч человек. Это люди, благодаря которым формируется коллективный иммунитет. Привиться рядом с домом сегодня легко. Достаточно ознакомиться с графиком проведения выездной вакцинации. Сделать это можно на сайте Битновской больницы. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Битное ТВ. И снова в центре внимания железнодорожная станция Расторгуева. И вроде бы новый пешеходный мост уже построили, а жалобы не заканчиваются. Теперь об отсутствии доступной среды. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Дежурный по району» корреспондент Юлия Погосян решила самостоятельно проверить, могут ли здесь беспрепятственно передвигаться люди с ограниченными возможностями здоровья. Железнодорожная станция Расторгуева несколько месяцев назад многим известный аварийный мост наконец закрыли, взамен ему построили новый. Но и там, судя по активным обсуждениям в социальных сетях, нет доступной среды. То есть мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья передвигаться по нему невозможно. Мост ремонтируется уже несколько лет. И вот новый мост, который сделали, он без пандуса. То есть человек инвалид, мама с коляской так же не сможет вообще подойти на электричку. Мы вообще-то не поднимаем, да это невозможно подняться. Поэтому... Ну это же плохо, что нет такой доступной среды, пандусов нет. Конечно, очень плохо, потому что с детьми мы не поднимаемся. Мы обходим через мост, обходим по тоннелям. Да, так ходим. А здесь не поднимаемся. Или берем двое... Один ребенок берет, другую коляску тащит. Как справляетесь-то и с коляской, и с чемоданами? Наверное, только надо быть таким силачом, да? Ну нет, ну в принципе-то, конечно, можно. Просто это неудобно и лишний раз не хочется. То есть, например, вот мы сейчас в аэропорт едем, да? Можно на такси, можно так. Живем рядом, а это вырождается в целое приключение. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все было нормально. Здесь я впервые. Ну, я думаю, по ступенькам будет проблематично с такой сумкой. Пластиковый чемодан, я думаю, развалится. Колеса подлетали, поэтому я брала вот такую сумочку по практичной. Поэтому, думаю, что все же стоит что-то благоустроить. Для людей с ограниченными возможностями здоровья в РЖД придумали такую систему. То есть, пандус они решили не делать, а создали программу. Содействия мобильности под лозунгом, кричащим барьеров больше нет. Есть зато номер телефона, по которому, получается, инвалид должен заранее позвонить, оставить заявку, как гласит в инструкции, на то, чтобы ему сотрудник станции помог передвигаться по пешеходному мосту. Ну, вот, давайте наберем сейчас этот номер телефона, позвоним и попытаемся понять, насколько это все быстро. Честно говоря, изначально абсурдно, что человек должен заранее понимать, во сколько он будет здесь подниматься, оставлять услугу. Но давайте посмотрим, насколько они это мобильно делают. Телефон абсолютно не прямой. По вопросам помощи маломобильным пассажирам нажмите или скажите один. Здравствуйте, меня зовут Игорь, чем мне могу вам помочь? Здравствуйте, скажите, как воспользоваться услугами помощи для людей-инвалидов на станции Расторгуево, Московская область? На станции нет пангельцев. Нужна помощь при посадке? Ну да, нужна помощь для передвижения по пешеходному мосту, человеку на коляске. Я вас понял. Сейчас я вас соединю с Центром содействия мобильности, где с данным вопросом поможет профильный специалист. Давайте спросим на линии, я соединяю вас с профильным специалистом. Даже звонок уже занимает две минуты. Нечественное соединение с оператором Центра содействия мобильности увеличено, очевидно. В какой доступной среде может идти речь, если человек на коляске, оказавшийся инвалид, не имеющий возможности передвигаться самостоятельно, испытывает вот такие вот неудобства. В общей сложности мы были на связи шесть минут, ждали ответа оператора. Конечно, спасибо РЖД за новый мост, но факт, здесь доступной среды нет. Не только на пешеходном мосту отсутствует доступная среда. Это единственный пандус, который мы смогли найти на станции Расторгуева. Ведет он в парк. И если ногами здесь еще можно пройти, то с колясками вряд ли. По району дежурили. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня Видное присоединилось к всероссийскому экологическому марафону Дни зеленых действий. На набережной у Тарычевского пруда неравнодушные жители округа приняли участие в субботнике. Десятки людей, любящих наш город, пришли на субботник. Среди них обычные жители, представители администрации, депутаты, молодежный актив, члены местного отделения партии «Единая Россия». Прежде всего выбираться это важно, так как все-таки мы живем тут не одни. За нами еще будут будущие поколения, которые не должны жить в том, что мы тут развели, как говорится. Всероссийский экологический марафон Дни зеленых действий проходит с 15 июля в рамках реализации нацпроекта «Экология» и партийного проекта «Чистая страна» под эгидой «Единой России». Подробнее о мероприятии мы расскажем в выпуске новостей в среду 11 августа. Специалистами музея-заповедника Горки-Ленинские подготовлена новая экспозиция, которая получила название «НЭП-начало». И посвящена она столетию провозглашения в молодой Советской Республике новой экономической политики. Отличительной чертой выставки стал ее онлайн-формат. Познакомиться с уникальными документами и историей появления НЭПа можно на сайте музея. Сейчас запретов на посещение выставочных комплексов нет, но на сайте музея-заповедника Горки-Ленинские еще в период введения ограничений из-за пандемии начал работать раздел «Виртуальный музей». И недавно он пополнился новой экспозицией, о которой нам рассказала ее автор Светлана Генералова. У нас музей-кабинет и квартира Ленина в Кремле. Мы рассказываем о деятельности Ленина на посту главы правительства Советского, о его жизни. И, в общем-то, экскурсия и так достаточно большая. О НЭПе, о национальном вопросе мы можем говорить совсем немного, иначе мы отсюда вообще никогда не уйдем. Поэтому мы сделали выставку виртуальную. Для нее художники подготовили афишу, и с помощью QR-кода наши посетители могут зайти по ссылке на сайт и ознакомиться там со всеми документами, со всеми материалами, которые мы к этой выставке приготовили. То есть в данном случае виртуальная экспозиция под названием НЭП «Начало» является своеобразным продолжением выставки реальной. Кабинет Ленина, предметы в нем, они являются точкой входа в те события, которые происходили в стране в то время. Ну, например, мы с вами видим бронзовую статуэтку. Она называется «Обезьянный философ». За этим предметом можно увидеть большую историю. Это «Обезьянный философ», которую Ленину подарил Арманд Хаммер. Почему Хаммер приехал в Россию? А потому что страна перешла к новой экономической политике. И одним из пунктов этой политики было представление концессии иностранным бизнесменам. В реале можно увидеть ряд книг и документов, посвященных принятию в молодой Советской Республике новой экономической политики. А вот глубже с ними можно познакомиться именно на виртуальной площадке и узнать много интересного. Ленин в одном из докладов говорит, что новая экономическая политика называется новой, потому что мы поворачиваем назад. То есть они возвращаются к рынку. Есть местами такие выражения Ленина, что он, допустим, говорит, что за специалиста в эпоху НЭПО он 12 большевиков готов отдать. То есть дюжину, как он говорит. То есть совсем другие ценности. На сайте виртуального музея представлены десятки документов, которые до этого не были известны широкому зрителю. Здесь и протоколы заседаний, и телефонограммы, и записки на клочках бумаги, впоследствии сыгравшие огромную роль в становлении молодой республики. Те, кто горячо поддерживал советскую власть, как раз те, кто наиболее активно защищал завоевание революции, те не понимали, почему надо переходить к НЭПО. Им казалось, что, может быть, еще немного пожить в условиях военного коммунизма, когда нет денег, нет частной собственности, идет сплошное распределение. То есть были случаи самоубийства. Настолько люди не могли смириться с тем, что страна возвращается к рыночным отношениям. И что самое привлекательное в виртуальной выставке, на нее не нужно покупать билеты. Достаточно зайти на сайт музея-заповедника Горки-Ленинский в раздел «Виртуальный музей». Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.